Привет, мои хорошие! Сегодня воскресенье, я сейчас еду на вокзал железнодорожный вместе с мамой, провожать её поеду, она едет в Саратов, и как раз вот хочу сейчас вам рассказать всё по поводу виз и по поводу ситуации, которая сложилась у нас, пояснить немножко, потому что у многих вопросы. Я тоже, ребята, думала, что мы в октябре поедем с Кристиной для того, чтобы уже подавать документы на визу. Мы должны были приехать в Сингапур и подать там документы. Не знаю, слышно меня или нет, у меня микрофона нормального так я и не купила, поэтому буду погромче говорить. В общем, у Кристины нет визы в Сингапур, но там можно присутствовать 4 дня проездом, там не более 4-х суток. Если ты проездом, то это можно. Так вот, мы думали, что мы приедем, остановимся где-нибудь в Таиланде или в Малайзии, и как только будет согласовано время appointment, когда мы должны будем приехать на собеседование и на биометрию, то мы просто приедем в Сингапур, все это сделаем, заплатим за сервис, когда можно забрать свой паспорт. Да, такая услуга есть во всех визовых центрах, когда можно заплатить за такую услугу и взять свой паспорт и путешествовать. Но на самом деле оказалось, что там нету возможности забрать свой паспорт, потому что это не через визовый центр. И в посольстве так нельзя, то есть нельзя забирать свой паспорт. И поэтому получилось так, что у Кристины она могла приехать, подать документы, биометрию, пришлось бы ждать неделю, да, или даже, не знаю, две, потому что еще в связи с ситуацией, более долгое рассмотрение россиянам, виз происходит и так далее, то получилось бы просто, что Кристине бы надо было уезжать уже, а у нее бы не было паспорта, потому что он был бы в посольстве США. Ну, получилось, либо Кристина бы нарушила правила, да, то есть нахождение в стране, ее бы там депортировали и так далее. Поэтому пришлось заниматься срочно вопросом, что Кристине нужна виза в Сингапур. Туристическую визу в Сингапур, там очень строгие правила, это практически на том же уровне, как и в США, туда очень сложно попасть, там очень сложная страна. Даже мне, как жене, человеку, который там работает, мне открывали банковский счет полгода, ребята. То есть обычно это занимает один день для обычных жителей, а для россиян они сказали, нужны дополнительные проверки. Я два раза приходила туда, они меня задавали много-много разных вопросов. Вот, так, я, наверное, сейчас ускорюсь, зашли в переход, поэтому я, наверное, расскажу вам позже. Просто хотела сказать, что полгода открывали только банковский счет, где там в Сингапуре. И, соответственно, получить визу в Сингапур не получилось бы в кратчайшем сроке. И начали заниматься документами, чтобы получить Кристине визу через работу моего мужа. Не может показать сердечко. О, сердечко мое хорошее. Ну, все, пока-пока. Так, ну, все, ребят, мама проводила. Теперь сейчас в метро, и потом вам дорасскажу всю эту историю. Я сейчас шла по обратной дороге, там было шумно, машины, дорога, поэтому я, наверное, сейчас зайду в магазин, куплю кофе с булочкой, с круассаном. Давно уже не пила так кофе с круассаном. И зайду домой, и дома уже дорасскажу тогда. Вот моя любимая кофейня. Так, сейчас зайдем с вами в мой офис. Я, видите, заказала новый стол нормальный, чтобы было удобно сидеть, а не как я раньше сидела. Кофе у меня уже остыл, и уже стоит давно, потому что я пришла, пока с доченькой разговаривала, мы с ней тоже кое-что обсудили. И сейчас вот буду вам записывать видео. Кофе, правда, уже остывший буду пить. С этим столом, на самом деле, мне действительно комфортно. То есть здесь можно вот это вот так вот сдвинуть, здесь можно писать. Да, могу там что-то заполнять, какие-то планы делать. Вот у меня здесь, да, можно все это делать. Также у меня вот здесь вот столик, да, где здесь компьютер второй, там у меня тоже какие-то свои дела. Здесь вот у меня стоечка такая, здесь у меня календарь. Вот, если не надо ничего писать, то спускаю плавиатуру, вот очень удобно. Здесь вот для кружки место, здесь тоже у меня и книжки, и всякие записные листочки, и калькулятор, ручки. Тут можно и в окно смотреть. Так, там бантик у меня ломится. Вот, и здесь у меня мотивация. Видите, я какую картину заказала? Unlimited Cashflow, безлимитный денежный поток. Да, потому что я финансист, Cashflow делаю для клиентов. Ну и моя мотивация ближайшая. Вот, тут же у меня планинг. Пока сейчас приехала, пока еще его не заполняла. Вот, тут можно и по неделям, тут привычки заводить. В общем, буду с этим заниматься. И в хорошем направлении, в моем по фэн-шую. То есть, там направление у меня как раз благоприятное для меня. Свет тут, конечно, не очень хороший. Тут лампы, если я так сделала, то будет еще хуже. Поэтому вот так вот ставим. Остановились мы с вами на том, что Кристине решили сделать визу через компанию мужа. Визу Сингапур для того, чтобы она смогла туда поехать и там подать документы. Почему именно Сингапур? Потому что думали, что, возможно, если мы сообщим, что мы проживаем в России, то это будут дополнительные проблемы. Потому что мы семья, да, мы семья. И нам важно было показать, что мы живем вместе. А жить вместе мы можем в Сингапуре. Потому что у меня виза резидента Сингапура, у Рича виза резидента Сингапура. Иначе это бы выглядело как фиктивный брак и как просто желание въехать в другую страну через фиктивный брак. Но все эти вопросы с визами, с такими сложностями, да, для Кристины еще дополнительная виза в Сингапур и потом в США. Также Ричи запросил, чтобы нам сделали грин-карты через его работу в США. И тогда его компания поставила такие условия, что в случае, если Ричи покидает компанию в течение ближайших трех лет, то там какие-то просто немыслимые деньги мы должны были бы оплатить за вот эти грин-карты и за визы. И, в общем-то, с этим вопросом, в общем, они там ждали подписания этого. И как-то все это зависло. И так получилось, что уже не в октябре, а в январе, скорее всего, мы тогда нам это сделают. И Ричи уже начал заниматься продажей своего дома в Англии. Как бы получается, что он уже нашел покупателя и должен был уже собирать вещи, складывать, а визы еще не готовы. В общем, это такой непростой процесс. И сейчас остается, получается, из вариантов это либо ждать, либо Ричи найдет, не знаю, какую-то другую работу в Англии. И тогда мы просто приедем в Англию. Пока я вот опять, знаете, я сама нахожусь в таком состоянии неведения, да, и состоянии неопределенности. Если честно, моя жизнь для меня тоже вот как сериал. Кто-то писал, да, что как сериал вот смотрим мы, и в этой ситуации моя жизнь, она для меня тоже как сериал. Потому что я сама не знаю, что будет завтра, я сама не знаю, что будет зимой, я не знаю, что будет в следующем году, я не знаю. И вот это на самом деле, это меня больше всего и расстраивает. Вот я, знаете, сегодня воскресенье, вчера в субботу сидела вот так вот, смотрела в окно, и я осознала, что мы с Ричи уже через три месяца будем как два года как женаты. И четыре года как мы знаем друг друга, как мы познакомились, представляете? То есть столько времени уже прошло, а мы вот так же до сих пор живем, как будто бы мы просто встречаемся. Это очень печально, потому что все-таки я считаю, что семья, она должна жить под одной крышей. Так же Ричи считает, он то же самое мне говорит. Вот видите, у нас обстоятельства так складываются, что не дают нам наконец-то воссоединиться и жить всем вместе. У нас тут куча проблем. Начиная от вопросов с визами, да, с компанией и заканчивая нашими детьми, которые тоже имеют уже свое мнение и где-то с нами не согласны в чем-то, чего-то не хотят и так далее. В общем, тут все очень непросто. Ну, в принципе, вся жизнь, она не такая непростая, да, поэтому вся жизнь состоит из каких-то преодолений разных препятствий, поэтому я не жалуюсь, но хотелось бы уже, конечно, какой-то определенности и стабильности побыстрее. Вчера я также сказала Ричи, что действительно мы так уже долго живем и у нас ничего не двигается. Хотя он-то ведь в этом не виноват, абсолютно не виноват. Вот, и он мне написал, давай через месяц приезжай в Сингапур, подадим документы на визу в Англию, потому что там у меня стекла, у меня же туристическая виза была, которая действовала полгода. Мы до этого подавали на два года, на полгода одобрили, что типа нужно было поменьше нам сам юрист, который вел наше дело, сказал, что сначала подайте на маленький срок. Вот, и сейчас Ричи говорит, давай подадим снова на туристическую визу, чтобы встретить Рождество вместе. Я, конечно, очень хочу встретить Рождество вместе, я хочу этого. Вы знаете, я уже устала быть везде туристом, я устала быть вот таким туристом, приезжим таким, который просто живет буквально там неделю, две, три, там месяц максимум и нужно уезжать опять куда-то. Я устала жить на чемоданах. Вот мне тоже пишут в комментариях, что как здорово путешествие и так далее. Путешествие это, конечно, здорово, но когда нет какой-то стабильности, да, в понимании того, где твой дом, то это немножечко расстраивает. Не знаю по поводу отъезда опять через месяц, в ноябре ехать. И вот, честно, не знаю, я просто устала ездить. Устала от этого, как тоже писали уже, гостевой брак. Есть, конечно, у этого плюсы, да, что не надоедаете друг другу, и чувства всегда теплые, да, потому что только начинаете уже надоедать и расстаетесь, потом снова живете далеко друг от друга, то есть чувства не угасают, да. Но я устала от гостевого брака, ребята. То есть хочется стабильности, просто хочется стабильности. Вот на данный момент для меня стабильностью является мой дом в Москве, моя квартира в Москве. Вот здесь даже вот этот мой кабинет маленький, малюсенький, но для меня это хотя бы какое-то, знаете, вот стабильное действительно место, где я чувствую себя дома, чувствую себя спокойно. Да, вот сейчас я работаю, я чувствую, что вот здесь я могу спокойно фокусироваться на работе, знаю, что у меня есть где поспать, есть где поработать, да, и все как бы в порядке. В соседней комнате у меня дочка, все хорошо. Для меня вот это как бы такой вот какой-то островок спокойствия сейчас. Все остальное для меня это просто неопределенность. Еще, знаете, что еще важно? У меня еще дочка, получается, в этом году она не пошла ни в школу, в 10-11 класс, ни в колледж, потому что мы знали, что в октябре мы поедем в США, будем переезжать. Вот, поэтому она сейчас просто, можно сказать, ничем не занимается. Я понимаю, как ей сложно будет потом выходить из этого состояния, да, потому что к такому очень быстро привыкаешь, к ничего не деланию. Я сама это по себе знаю, я очень долго не работала, мне потом было очень сложно входить в колею, в русло, но я смогла это сделать, потому что у меня за плечами долгие годы работы. И у меня есть опыт вот этого преодоления, вот этого чувства доления, чувства, когда ничего не хочется делать, а у нее такого нету, и поэтому очень быстро привыкнуть к тому, что не надо утром вставать, что не надо ничего делать и так далее. Заставить, например, учить язык, я ее просто не могу или там чем-то заниматься. Поэтому, ну, она говорит, что на будущий год я буду поступать в колледж, буду поступать в колледж и учиться. И вот я не знаю, что делать, ребят. Вот у меня такая ситуация, что вроде бы вот-вот должно было состояться вот этот переезд, да, и новая жизнь, но как-то все это так затянулось, и сейчас просто вообще совершенно непонятно, что будет дальше, где мы будем жить. Все-таки в США мы поедем, потому что Рич продолжает работать в этой компании, либо мы поедем в Англию, и он что-то в Англии найдет, либо вообще что это будет. Потому что и дочка, она, чем дольше вот это происходит, тем она больше не хочет туда ехать. Она мне говорит, что у нее вот этот молодой человек, что у нее есть друзья, что она хочет здесь учиться, и как она мне сказала, когда в октябре не поехали получать визы, да, как планировали, она сказала, что если я не поеду сейчас, то я не поеду никогда. И в принципе мне можно ее понять, потому что она действительно, для нее это новое, чужое, вот как сказала Нина, написала мне в комментарии, действительно так и есть, что она не понимает, зачем ей нужно вот это чужое, и незнакомое, непонятное, этот переезд. Вот так, мои хорошие. Ну, в общем, поживем, увидим, как говорится. Вот уже скоро следующее Рождество, второе. Я как раз начала свой блог вести год назад, в ноябре прошлого года, когда я поехала в Сингапур подавать документы в третий раз на визу, чтобы встретить Рождество в Англии. И сейчас мне опять, это знаете, как будто бы дежавю какое-то снова, мне Ричи говорит, ноябре, давай приезжай в Сингапур, будем подавать опять документы на визу в Англию, чтобы встретить вместе Рождество. Это просто какая-то жесть, честное слово. Прошел год, и получается на том же месте мы все. Еще, ребят, хотела сказать большое вам всем спасибо за поддержку, за комментарии, за ваши. Очень вам благодарна за то, что вы пишете свое мнение. Я все это читаю, и спасибо вам, мои хорошие, я вас очень люблю, дорожу вами, спасибо, что вы у меня есть. Все, пока-пока.